всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот гречневую крупу в пакетиках их 5 штук по 80 грамм настоящая хозяйка покупал их фикс прайсе легко готовится вот стоила она 25 рублей вот засыпается она в один литр воды варится 10-15 минут потом достается мешочек открывается и вы кушаете масса здесь 400 грамм выглядеть она должна вот так вот у нас все вот эту фотографию будет в конце ролика как обычно здесь тоже на украинском казахстанском а казахском еще каком-то здесь да на разных языках и и давайте ее посмотрим вот он мешочки четыре и пять 5 мешочков как заявлено было также есть где открывается полоса то есть в принципе ее можно просто разорвать и давайте наверное их взвесим потому что все-таки за коробочку всего лишь 25 рублей это довольно дешево зайти в обыкновенный допустим магазин такая пачечка будет стоить гораздо дороже конечно если там может быть не по 80 грамм в мешочке может быть там побольше я честно я даже не знаю но все равно в любом случае она дороже вот давайте взвесим так наши весы включаем видно 77 грамм ой 77 грамм должно быть 80 кстати еще плюс мешочек этот сколько то весит обманывает нас производитель поэтому наверное дешево 76 а ну тоже где-то 77 грамм тоже 77 должно быть 80 вот пять штук по 80 грамм в сумме 400 должно получиться странно тоже 77 и тут 77 ну конечно в сумме получится сейчас посмотрим сколько ну конечно 390 грамм то есть 10 грамм нам не доложили ну за счет этого зато стоит 25 рублей не знаю ради интереса я наверное куплю пачку в обыкновенном магазине потом на нее сделаю тоже обзор посмотрим сравним сравним вместе с этой коробочкой также там по 80 грамм или нет также наверное взвесим в комментариях мне напишите какую бы вы хотели марку ну не знаю наверное кажется там марки бренды наверное одинаковые все но не знаю не суть важно напишите в комментариях какую бы кашу хотели попробовать в обыкновенном магазине проверить вот так ну и гречка гречка в принципе похожа на самом деле я знаю что многие производители врут и есть еще одна какая-то трава она тоже на вид похожа на гречку вот но с нее можно отравиться очень серьезно до попадания в больницу практически вот и это как раз относится к дешевым маркам здесь вроде похоже на гречку ну не знаю очищенная может быть она просто мелкая по моему у меня нету гречки дома на данный момент но пахнет гречкой должна быть она похожа на гречку должна быть крупная именно вот треугольная коричневенькая насколько я помню там что-то немножечко зелененький оттенок вот и по вкусу тоже но я не думаю что будут обманывать врать вот ну пахнет гречкой скрывать мы ее сейчас не будем да она кстати возможно очищенная просто еще такая она же всего там сколько десять-пятнадцать минут она варится то есть обычно гречка минут сорок там тридцать-сорок а тут десять-пятнадцать она еще просто очищенная и наверняка она будет отличаться от обычной вот и сейчас я хочу попробовать ее не варить десять-пятнадцать минут а у меня есть другой интересный способ который бы хотел проверить вместе с вами ее я хочу положить в термос и залить кипящей горячей водой настоять наверное половину или сутки не знаю пока сколько ну вот этот момент я хочу проверить проверить для тех для меня не так мне интересно просто допустим если поехать на теплоходе там или на поезде можно ли будет купить тогда такую кашу чтобы заварить ее в термосе и на следующий день покушать то есть такой вариант можно сделать или нет там всего она стоит 25 рублей считай каши с кашей всегда будешь сыт то есть просто питаться одними роллтонами в котором в составе находится непонятно что это довольно сложно и не люблю я это а здесь вот именно такой вариант где и варить не нужно и вполне возможно что в термосе она приготовится я так очень надеюсь поэтому давайте вместе с вами попробуем и вот он наш термос у меня такой вот он довольно с хорошим таким горлышком не помню здесь наверное литр где-то то есть довольно удобно посмотрим положим туда один мешочек там потом будет видно ну да он один прям хорошо заполняет поставлю немножечко в бок и сейчас я кипятком и в поезде и на теплоходе также есть кипяток он всегда там есть вот и попробуем залить и наверное я думаю наверное через сутки то есть завтра вечером мы ее откроем и с вами посмотрим что там получилось делаю я все это одним роликом заливаем кипятком закрываем закрываем вот и оставляем посмотрим на сутки наверно скорее всего вода прям была у меня кипящая только что с чайника очень надеюсь то что получится получится можно будет брать такую коробочку в путешествие вести довольно легко и сытно я думаю довольно посмотрим какая получится порция 77 грамм всего даже если заварить две я думаю два мешочка туда влезет так вот у нас с вами прошли сутки и сейчас мы откроем нашу гречневую кашу и посмотрим получилось или нет мне даже самой очень интересный но я думаю что наверное получилось давайте так пишите сейчас в комментариях получилось или не получилось у нас кашка а сварилась она за эти сутки или нет сто нет давайте так получилось или не получилось в комментариях сейчас напишите я подожду прям совсем немножко ждем ждем пишите в комментариях мне будет очень интересно кто что напишет давайте спешите я пока буду потихонечку открывать надеюсь вы написали и смотрим так ай вода там горячая уууу а при этом еще ее вдобавок расперло ее реально именно сло вот это вот расперло очень хорошо возьмем нашу тарелочку ай получится ли ее еще вытащить оттуда ай 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 о полезла 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 о воды там смотрите совсем на донышке совсем чуть-чуть получается так то что что в этом термосе можно сделать только один мешочек потому что ее реально расперло потому что ее реально расперло засуну туда обратно смотрите получилась довольно большая порция довольно кстати большая то есть в принципе если купить еще один такой же термос для двоих человек например я думаю что можно заварить вот так вот и вечером на следующий день допустим мы плавали вот на теплоходе так получалось то что мы не доедали особенно муж и я тоже мне не хватало там красиво оформляют но мало кормят и после еды сначала мы так сыты сыты час сыты полтора а потом голодные все есть охота нигде не поешь кафе там то либо дорого то не могут найти повара он куда то пошел его там бегают и ищут вот то есть так вот а это в принципе можно заварить зная что ты вечером перед сном захочешь покушать вот так она выглядит ну да здесь очищенная наверное гречневая крупа довольно беленькая вон вся мягкая получилось те кто написал в комментариях что получилось вы правы вы молодцы такая кстати вкусная мягенькая такая классная вот смотрите такая она получилась вот такая вот она получилась у нас довольно вкусная мне понравилось чувствуется пахнет гречка и пахнет и на вкус гречка очень кстати вкусно не хватает еще сюда чуть-чуть маслицы и будет просто вообще восхитительно в принципе мне кажется можно такую гречку даже покупать домой не знаю покупать кто-нибудь домой или нет мы обычно покупаем на дачу чтобы меньше электричества тратить чтобы быстренько сварил и все то есть мы домой за то есть 25 рублей получается 400 грамм там 400 даже а сколько мы взвешиваем чуть-чуть поменьше ну там 4 380 380 да по-моему было грамм за 25 рублей ну килограмм гречки стоит даже сейчас не килограмм кстати 900 грамм наверное где-то в районе 60 рублей 60 70 где-то а тут если 25 25 50 там где-то как раз чуть меньше килограмма 50 рублей в принципе можно такое покупать она и варится быстро и экономится если у кого-то там электричество газ вот и это довольно вкусно не знаю насколько полезно и какая гречка кстати полезнее я не знаю напишите кто знает в комментариях какая гречка будет полезнее такая уже как бы либо она сваренная либо очищенная не знаю либо вот та настоящая гречка которую нужно варить долго вот напишите обязательно в комментариях мне будет очень интересно почитать ваши комментарии послушать вот всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно а также смотрите другие мои ролики наши влоги как мы с сыночком живем как мы путешествуем у меня сыночек маленький год и 9 и скоро мы начнем гулять по нашему городу ходить в разные новые места вот также кулинарные рецепты мои и живопись также в скором времени будет чаще появляться и всем спасибо за просмотр и пока 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 и и и и и и и и за и и и и и и